Ясное небо – большая редкость. Аграрии в полях от заката до рассвета. Собирают урожай, пока погода позволяет. В этом сезоне небесная канцелярия не была благосклонна. На Алтайский край обрушились обильные дожди. Так в августе-сентябре в Славгороде, Бурлинском, Табунском, Тальменском, Мамонтовском, Завьяловском, Усть-Пристанском, Смоленском районах осадков выпало больше, чем трехмесячная норма. Подобная ситуация сложилась и во многих других территориях. Краевые власти ввели режим ЧАЭС. Вот только это поможет по большому счету только крупным аграриям. У нас хозяйство маленькое, мы на это все никогда не надеялись. Да, людям, у которых лизинговые выплаты, кредиты на производство и прочее, это позволит как-то провангировать эти выплаты. Да, это помощь. Касаемо нас, у нас нет ни лизингов, ни таких кредитов, поэтому мы абсолютно как бы не затронуты этой темой. К сожалению, нам это никак, наверное, ни тепло, ни жарко от этого. Может быть, какие-то банковские моменты. У кого будут проблемы с банками, может, как-то поможет решить, но у нас как бы таких проблем не предвидится. А между тем, помощь нужна каждому аграрию, отмечает глава Союза крестьянско-фермерских хозяйств Александр Вайс. На агрорынке, начиная с 2022 года, патовая ситуация. Обесценивание культур, рост стоимости на топливо, взлет цен на сельхозтехнику и многое другое. Сегодня это не прибыльное деятельность сельхозпроизводства. Нужно кардинальные меры принимать на федерации, снять какие-то ограничительные меры, связанные с регулированием ценовых параметров. Нужно как-то перейти на другие формы, чтобы крестьянин чувствовал себя более комфортно и имел возможность развивать свою базу. На сегодняшний день введенный в Алтайском крае режим ЧС дает право не только на пересмотр условий по кредитам, но и на получение компенсации. Порядок получения помощи аграриям еще предстоит понять. В правительстве готовят соответствующий документ. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.